Бюджет Ненецкого округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении. Его основные параметры утвердили депутаты окружного парламента. По словам заместителя губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяны Лагвиненко, концепция проекта бюджета достаточно консервативна, но приоритеты, определенные ранее, будут сохранены. Это в первую очередь реализация майских указов президента, индексация заработной платы в бюджетной сфере и социальных выплат, продолжение начатых стройок и бюджетных реформ. Бюджет Ненецкого округа на 2018 год формировался, исходя из среднегодовой цены нефтемарки «Юровс» 43,8 долларов за баррель и среднегодового курса 64,7 рубля за доллар. Таковы разработанные Минэкономразвития сценарные условия, на основании которых регионы формируют свои бюджеты. Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в предстоящий трехлетний период являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в условии ограниченности финансовых ресурсов, сокращение дефицита окружного бюджета, обеспечение реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, сохранение бюджета развития и повышение эффективности расходов, а также повышение прозрачности бюджетного процесса. Концепция бюджета на ближайшую трехлетку консервативна. Департамент финансов, отметила его руководитель Татьяна Лагвиненко, исходит из реальной оценки окружных доходов. Доходы окружной казны в следующем году запланированы в объеме 14,2 миллиарда рублей, расходы 16,26 миллиардов, дефицит 2 миллиарда рублей или 14,5% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. На 2018 год источниками финансирования дефицита являются изменение остатков на счетах в размере 21 миллион рублей, погашение кредитов в размере 5 миллиардов 700 миллионов рублей и получение кредитов от кредитных организаций в размере 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Сумма бюджетных кредитов планируется в размере 1 миллиард 161 миллион рублей. На обслуживание госдолга в 2018 году нам потребуется 629 миллионов рублей. Основные источники пополнения казны в следующем году – налог на имущество, налог на прибыль организации и прибыльная доля государства от реализации Харягинского соглашения о разделе продукции. Поскольку доходная база окружного бюджета в большей части зависит от цены на нефть, на сегодняшний день нельзя быть на 100% уверенным в точности данного прогноза. Сложившаяся на сегодняшний день цена на нефть существенно выше цены, учтенной при формировании бюджета на 2017 год и на 2018 год, что дает основания полагать, что как в 2017 году, так и в 2018 году в окружной бюджет могут поступить сверхплановые доходы. Вместе с тем, в случае падения цены на нефть в отдельные временные периоды в 2018 году существуют риски невыполнения плановых показателей под налогу на прибыль организации, под налогу на прибыль при выполнении СРП доходы в виде доли прибыльной продукции государства при СРП. Несмотря на все возможные риски, бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов более сбалансирован, чем бюджет текущего года. Бюджет на 2018 и 2019-2020 годы носит ярко выражен социальный характер, и лишь 62% расходов приходится на социальную сферу. В отличие от предыдущих кризисных годов, сейчас мы можем сказать, что у нас имеется пусть малая, но стабильная доходная база на трехлетний период в размере 14 миллиардов рублей на каждый год. Для сравнения, в прошлом году в первоначальном проекте закона было утверждено 12 миллиардов рублей на 2017 год и 11 миллиардов рублей на планы 2018-2019 года. Сейчас у главных распорядителей бюджетных средств есть возможность спланировать свою деятельность на следующие три года. После принятия бюджета в первом чтении подготовка главного финансового документа региона к принятию во втором. Сейчас предметом обсуждения станет расходная часть региональной казны. Мария Владимирова, Вадим Новский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.